Битва за Кавказ – одно из самых продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. К 80-летию победы на базе СКГ была проведена первая городская научно-практическая конференция пограничной части и подразделения в битве за Кавказ. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В рамках проекта «Историческая память» совместно с ветеранскими организациями на протяжении долгого времени проводятся мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти. Научно-практическая конференция не стала исключением. Проводится она впервые, но станет доброй традицией, поделился куратор федерального партийного проекта «Историческая память» Альберт Зугаев. Научно-практическая конференция мы обозначили такой формат с привлечением среднеспециальных учебных заведений, чтобы привлечь интерес молодежи к этой теме, пробудить какие-то краеведческие моменты, чтобы молодежь привлекалась, изучала свою историю. В ходе мероприятия были представлены научно-исследовательские работы студентов по теме пограничной части и подразделения в битве за Кавказ. Студентка педагогического колледжа провела большую исследовательскую работу. Ей удалось узнать о жизни земляков-ветеранов и проследить их боевые и трудовые пути. Во время выступления она рассказала об участниках этой битвы. С одним из них студентке удалось связаться и записать обращение. Моя работа заключалась в том, что можно узнать как можно больше о ветеранах-пограничниках Великой Отечественной войны, чтобы наше подрастающее поколение не забыло о военных действиях, чтобы не забыли о наших героях. Помимо докладов, присутствующим показали исторический фильм о пограничниках, участвующих в битве. Это неосвещенная тема, оставляющая пробелы в истории. И для того, чтобы вызвать больше интерес, мы привлекаем молодежь, рассказал председатель Совета ветеранов пограничной службы Карачаева-Черкесии Сергей Юрьев. Основная задача – это у каждого есть небольшая страничка, рассказать о пограничниках, участниках битвы за Кавказ на территории Карачаева-Черкесии. Это в первую очередь, чтобы те, кто присутствует, могли доказать или понять, что это такое. Ну и я еще раз говорю, это главное начало всего этого. В дальнейшем мы хотим, чтобы это развивалось и дальше заинтересованность появилась. Организаторы мероприятия – Министерство образования Карачаева-Черкесии, Совет ветеранов пограничной службы республики, партия «Единая Россия» – завершилось мероприятие награждением участников и концертной программой. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.